По просьбам трудящихся, я снимаю очередное видео по поршням, конкретно ТРТ. Поршни те старые, которые мне присылали ребята, в частности из Прилуг, я никуда не выбросил. Поэтому могу сделать видео. Вот в чем заключается конкретно. Вот он поршень из Днепра, который я показывал ранее, который разболтался в цилиндре. Причем, что удивительно, износ у него вот здесь больше, чем с этой стороны. Каким-то эллипсом он съелся. Но я хочу показать не это. Вот он, второй поршень из Днепра. Я его разбил. Вот он, клапан, который ударил. Хочу обратить внимание на следующий. И вот их скол, конкретно. Я ударил его молотком, он разлетелся. Вот он, скол. Я хочу обратить внимание на то, что скол на самих, вот где он откололся, очень пористый. Крупные зерна. Это вот ТРТ-шный поршень. Вот у меня есть точно так же поршень сейчас. Вот. Обычный днепровский, который был с обрезанной юбкой. Я его никуда не ставил. Это мне кто-то подарил. Он один единственный был. Обычный, стандартный. КМЗ. Производство КМЗ. Вот я его тоже самое расколотил. У нас сейчас в сравнении. Вот он, раз. И вот он, два. От ТРТ-шного части. Смотрим на пористость. Они даже цветом отличаются. Видно, что на Днепровском, стандартном, продукция КМЗ в народе считается самой некачественной. И то здесь пористости меньше. Дальше идем. Так, это у нас Днепрович был. Дальше. Берем поршень с двигателя Запорожца. Сороковка. Вот новый поршень. Мне ребята тоже прислали. Благодарность им за поддержку для экспериментов. Вот я его расколотил. Кстати, хочу обратить внимание, что я ударил его кувалдой. Юбка здесь не откололась. Только середина вывалилась. То же самое. Вот он, ТРТ-шный поршень. И смотрим на скол. Старый советский запорожский поршень. Имеет скол ровненький. Без пор, без ничего. Литье отличное. Вот тут в то же время ТРТ-шный поршень. Еще раз. Очень хорошо видно. Так, это Запорожец. Теперь возьмем еще сравнение поршень БУ с мотора ВАЗ-2105, который с ремнем. Вот я тоже его здесь расколотил. Нет, я его сейчас. Так. Вот. Сравнение. Литье точно такое же, как на Запорожском поршне. То есть, хорошее. И вот здесь вот от удара, кстати, видно, что он не откололся, а часть алюминия как залезала. То есть, он деформацию держал хорошо. Хорошо. Вот. Поршень ТРТ. Теперь перейдем к более известным брендам, таким как Volkswagen. Вот у меня три поршня с Volkswagen. Вот этот вот поршень с Volkswagen мотора. Мотор ABD 1.4 Volkswagen. Так, ну, сейчас я его, вот тут вот масло не попало, тут больше, лучше видно. Вот. Литье видно какое здесь. Причем он тоже откалывался очень так нехотя. Так. Дальше. Это Volkswagen. Оппозитный двигатель с Volkswagen T2. 2.1 литра. Четыре цилиндра. Оппозитное расположение. Тут вот хорошо. Скол. Видим. Вот. Ставим. Смотрим. Качество. Пористость, точнее. Так. Дальше. Это с мотора 1.8 Volkswagen. Самый распространенный там Passat, по-моему. Гольфы они ставились. Тоже. Поршень бэушный, побитый. Жизнью прошел он там 1400, если не больше. Смотрим. Скол. Пористость. О! И теперь в сравнении я хочу еще продемонстрировать. Вот это вот поршень с мотоцикла Yava. Двухтактная, 250 еще старая. Но производства уже новых таких поршней, нормального качества нет. Вот производство Китай. И кто с Yava сталкивался, я сам не работал, у меня знакомая есть, которая вечно жаловалась на китайские запчасти, что новые запчасти, в общем, необходимость у них отвратительная. Вот мы. Он у меня новый был, просто лежал долго, мне его подарили тоже для экспериментов. Вот мы его ставим. И сравниваем, сомнения делаем. Сейчас, с этой стороны, чтобы... А здесь скол. Ну, конечно, он не такой пористый, как на ТРТ, но приближается к этому. И вот эти поршня, они не ходят китайские. Но это Днепровский поршень. Вот у меня еще есть ТРТ-шная поршня ВАЗ со смещением 7 мм. У меня два поршня, парень из Прилух мне прислал. Они у него 9000 прошли. Так вот, что я интересного здесь заметил. Вот первый поршень, у которого выломались перегородки. Вот видно, что скол старый, прогорел пористость. Я его расколотил. Тоже здесь вот... Вот здесь вот видно, что литье очень пористое. Вот он, ТРТ-шный. А второй поршень, то же самое, тот же комплект, тоже ТРТ. Но у него перегородки не вывалились. Я его расколотил. И на что я обратил внимание. А вот здесь вот на нем литье. Вот видно. Если даже сравнить их. Вот так вот. Видно, что литье у них отличается. Отличается. Хотя это один комплект был. Получается, один поршень. Вот он даже визуально, он тут нигде не попрогорал. Ничего с ним такого не случилось. То есть, один поршень имел качество, ну, может быть, не сверхшикарное. Но, во всяком случае, вполне удовлетворительно и ходимое. Второй поршень имел качество неудовлетворительное. Следовательно, это наводит на мысль того, что при изготовлении не выдерживается технология, которая связана с отливкой поршней. Как я уже говорил ранее, в своем первом самом видеоролике, когда я конструкцию поршней ТРТ расхваливал и отзывался хорошо. Качество обработки на станке поршня на хорошем, профессиональном уровне. То есть, поршень, когда новый берешь, его промеряешь, смотришь. Он изготовлен, механически обработан отлично. Но, к сожалению, вот качество литья, материала, почему-то на одних поршнях материал пористый. Вот опять. Вот он пористый. На других поршнях материал не пористый. То есть, хороший. Ребята, все, кто меня смотрит и видит этот видеоролик, у меня к вам большая просьба. Отпишитесь в комментариях, внизу под этим видеороликом, кто из вас имел дело с поршнями ТРТ, как в хорошем смысле, так и в плохом. У кого они ходили, у кого они не ходили. Как, при каких обстоятельствах. А то, получается, как я такой один единственный враг народа, плохой, бедный, наехал на поршни ТРТ, который очень хороший и качественный. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь и отпишитесь в комментариях под это видео. Если вы еще пришлете мне различные фотографии, было бы вообще шикарно.